Приветствую всех вас, мои уважаемые зрители на моем канале. Один из моих зрителей и подписчиков, очевидно молодой человек, спрашивает меня, видел ли я когда-нибудь высоковольтный диод и как его можно проверить на исправность. Рассказываю. Дело в том, что это не праздный вопрос и многие, когда увидят вот такой вот диод, не могут подойти к нему с нужной стороны. Почему? Сейчас объясню. Если взять даже современный тестер и попытаться прозвонить данный диод в обычном режиме, прозвонки диодов, то мы ничего не увидим. Как бы мы не меняли полярность, проводимость данного диода увидеть обычным тестером, даже вот таким вот, невозможно. Но есть метода, которая не очень регламентирована, но позволяет это сделать достаточно легко. В самом начале ролика вы ее увидели. Я использую наиболее высокую шкалу омметра, мегаметр. Например, если переключиться на измерение максимального количества Ом, то есть очень высокоомных резисторов, то мы можем легко убедиться, что в прямом направлении данный диод имеет сопротивление 2,2. Говорить о том, что это сопротивление данного диода не приходится. Это неверно. Просто он проводит в одну сторону. Теперь давайте подключим щупы в другую сторону и попытаемся измерить то же самое сопротивление в другую сторону. Его нет. Внимание, тонкости и нюансы. Если вы будете измерять сопротивление диода на очень высокоомном диапазоне и возьметесь вот так вот руками, то током вас, конечно, не ударит, но у вас сразу появятся некоторые значения, которые не дадут вам адекватно измерять величины. Поэтому подключили, положили, измерили. Что же касается вот этого диапазона, на котором измеряют сопротивление или падение напряжения на ПН-переходах транзисторов и диодах, то максимум, сколько я смог проверить вот в этом режиме диодов, соединенных последовательно, а именно соединены здесь целых 10 диодов высоковольтных, то вот здесь можно только 2-3 диода. Можете провести эксперимент. Взять парочку диодов, соединить их последовательно и попробовать прозвонить с помощью вот такой вот прозвонки. Навряд ли получится. Методику я рассказал. На этом все. Пока. До следующих встреч. Будут вопросы, пишите их в комментариях.